Минус еще один НПЗ в России. Школьники РФ сходят с ума. Сливной бачок снимает маски. Рассказала блогерам, как надо врать. Россия планирует план захвата Харькова. Но пойдет ли это по плану после помощи Запада? Убийство американцев в ДНР. Невероятные российские технологии и тотальный потоп в регионах, который движется дальше. Всем привет, с вами Карина Клышун и это программа в тренде. Собрала для вас достаточно много новостей и поверьте, нам будет, что с вами сегодня обсудить. Поэтому начинаем. На России продолжается бунт. Россия для русских, Москва для москвичей. С улиц теперь это перекинулось в школы. Школьники, потомки деноцификаторов, решили избить девочку из-за национальности. Россия для русских, Москва для москвичей. Сейчас. Снимаем пачечку. Игорь, 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 Игорь. Честно говоря, это ужасно. Интересно, этому их учат на разговорах о важном? Но самое интересное то, что в классе была учительница и, как мы видим, она вообще никак не реагировала. Мигрантов в РФ ждут сюрпризы. После теракта в Крокус-Сити-Холле, исполнителями которого были выходцы из Таджикистана, власти принялись закручивать гайки для приезжих. Мы рассказывали, что правоохранители взялись активно проверять и искать нелегальных мигрантов. Не только на улицах, но и на предприятиях. В том числе в Москве и области. Затем им запретили без регистрации на портале госуслуг покупать сим-карты для телефонов и ряд других ограничений. Но самое интересное происходит в медийном поле. По указке из Кремля, причастность мигрантов к различным преступлениям начали активно подчеркивать в новостях. А кто-то и вовсе начал кричать, что мигранты в России и вовсе не нужны. Приезд сюда, ну, какого-то колоссального количества людей, которые нахуй здесь не нужны. Они вообще здесь не нужны. Ни в каком виде. Но, тем не менее, они сюда ехали, едут и, видимо, какое-то время еще будут ехать. А что такое? Что случилось? Но почему-то Россия для русских у них никак не проявляется, когда пакуют контрактников на фронт. К вашему вниманию, Псков мобилизованные отправляются на войну. Необычные для россиян мобилизованные. Эти 12 мужчин выбрали службу по контракту. Прежде чем стать частью вооруженных сил России, кандидаты прошли медицинский осмотр. Перед отправкой им выдали сухпайки и персональные аптечки. У каждого из присутствующих своя мотивация подписать контракт. Должны ли мы, как-никак, как никто другие, идти и защищать свою родину. Любой ценой, любым методом, любым способом. Это наша Россия, здесь наши дети, родственники, близкие, за которых мы стоять должны. Как-никак отдавать какой-то щит, потому что когда-то за нас воевали старики. Интересно, а эти загорелые жители Пскова тоже родину едут защищать? Российские власти в прошлом году выдали аномальное количество виз гражданам Непала, Эфиопии и Камеруна. Их вовсю вербуют на путинскую войну. Несмотря на то, что власти Непала попросили МИД РФ вернуть всех на родину. Но вербуют они и своих. Следующая новость просто осюр. Честно, я думала, дальше дна они не пойдут. В российских школах отметили годовщину создания сталинского СМЕРШа. В нескольких школах на это выделили классные часы, дабы рассказать свою историю. А в Новосибирске детей с ограниченными возможностями вообще увезли в закрытую часть с ракетными комплексами ЯРС и показали там, как солдаты обезвреживают террористов. Межконтинентальная баллистическая ракета и макета оружия, из которого раньше стреляли контрразведчики. Вот далеко неполный список того, что увидели дети с ограниченными возможностями на экскурсии в ракетные войска. Ее провели в честь Дня образования отряда СМЕРШ, бойцы которого искали шпионов в нашей стране. Что удивило ребят больше всего, расскажет Елена Копылова. Через глухой лес и несколько блокпостов пришлось добираться гостям. На экскурсию в одной из самых закрытых частей на территории области. Здесь на вооружении стоит грозное оружие – ракетный комплекс ЯРС – ядерный щит России. А это вторая часть экскурсии – показательные выступления. Бойцы обезвредили условных террористов. Далее выставка оружия легендарного отряда СМЕРШ. Но это еще не все. Для чего же это все делается? А чтобы дети, когда вырастут, пошли на войну. Еще раз, они отправили детей с ограниченными возможностями на экскурсию, чтобы те потом пошли воевать. Этих впечатлений юным гостям точно хватит на несколько лет. И кто-то из них через эти несколько лет сделает выбор в пользу профессиональной карьеры военного. На третий год войны в Украине зет-патриоты как раз вовсю заговорили о необходимости возродить СМЕРШ, чтобы расправляться с предателями. А дальше что? ГУЛАГ? Как вам такое? Можете смело писать свое мнение в комментариях. Будет интересно взглянуть. А также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. У нас тут много интересного. Тем временем проверку на скрепность не прошел американский зет-блогер Рассел Бентли, воюющий на стороне России. Где-то на просторах США жил Рассел Боннер Бентли. На родине был осужден за контрабанду наркотиков, провел пять лет в тюрьме. А в 2014 году решил приехать в Украину помогать пророссийским боевикам освобождать Донбасс. Взял позывной «Техас» и в составе батальона «Восток» и «Хан» принимал участие в боевых действиях против ВСУ. Со временем стал военкором, получил российское гражданство, а сел в Донецке, женился на россиянке. А потом группа сильно пьяных российских военных задержала «Техаса», ведь мужички думали, что это американский шпион. Здравствуйте, меня зовут Людмила Бентли, я жена Рассела Бентли, позывной «Техас». Хотела бы сделать обращение к следственным органам ДНР и Российской Федерации, ко всем структурам, которые сейчас проводят розыск моего мужа. Я очень верю в то, что вы большие профессионалы и постараетесь как можно быстрее оперативно разыскать моего мужа, потому что уйдут уже сейчас пятые сутки, и я очень переживаю. Я верю в то, что вы помните, что для Народной Республики сделал «Техас», когда приехал в декабре 2014 года сражаться за нас. Проверку на скрепность в подвалах так называемых ДНР он не прошел, его убили. Вот что бывает, когда переходишь на сторону русского мира. И такую же пропаганду, что все правильно и так должно быть, продвигают все СМИ, перекручивая факты. Хотя иногда даже и факты не важны. И об этом сказала сама Скобеева. Она решила поучить блогеров и журналистов, как правильно врать. И назвала это борьбой с фейками. Послушайте это. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правды нет. Ну, то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как, важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Потому что это же государство может тебя посадить за какое-то неправильное слово. Прям курс молодого пропагандиста. Сливной бачок наконец-то сбросил маски. Она так о Харькове радостно говорит, а вот о собственных утопающих ни слова. Заметили? Вот, например, жителям Курганской области вообще все равно, что она там говорит в телевизоре. Ибо у них уже и телевизора нет. Река поднялась еще выше. А в Уральском гидромедцентре прогнозируют повышение до 25 апреля. Вода уже превысила свой исторический максимум. Домой-то не надумали. Кстати, в Кургане размещен большой оборонный завод, который изготавливает бронетехнику для войны. В Тюменской области вода потопила 112 домов в 13 населенных пунктах. Кемеровская область вообще уже вторую весну теряет транспортную связь. Омская область тоже нет дороги. Затопила 55 домов. А Скобеева все про Харьков мечтает. Свои территории бы спасали. В России уже открыто говорят, что они хотят и планируют захватить Харьков. Я бы сказала пару ласковых для оккупантов, что я и харьковчане думаем по этому поводу. Но, увы, нам не хватит эфира. В Институте изучения войны заявили, что РФ и далее будет прикрываться идеей санитарной зоны для оправдания своих наступательных операций вглубь Украины. Слова Скобеевой тому подтверждение. Также в Институте отметили, что российская наступательная операция по захвату Харькова будет амбициозным делом, которое создаст значительные вызовы как для российских сил, так и для более широкой российской кампании в Украине. Зеленский уверял украинцев, что граница Харьковской области достаточно защищена. Но вот с защитой неба пока проблемы. Но и эти проблемы уже решаются. Как мы знаем, Конгресс Соединенных Штатов в эти минуты голосует за выделение 60-ти миллиардной помощи Украине. Законопроект также предусматривает предоставление дальнобойных ракет Атакамс. Ко всему этому на саммите Украина-НАТО Столтенберг заявил, что скоро в Украине будет еще больше систем ПВО. К защите присоединятся еще ряд стран Европы. Предполагаю, что подобных ударов, как сегодня ночью, в России будет больше. Сразу несколько регионов РФ подверглись атаке беспилотников. Местные СМИ сообщают о взрывах и работе ПВО в Смоленской, Белгородской, Тульской, Калужской и Курской областях. Была угроза атаки и для других регионов. В Смоленской области опять по НПЗ. Заправочная станция, не заправочная, перевалочная станция Лукова Кордымова. Вот это прям пи***ц. А, вон там, нефтика догорает. А, здесь Лукоилы, еще не все. И вот это не весело, прям пи***ц. Нефтика немножко похуже горит. А вот Лукоил горит. А в Калужской и Брянской областях подстанции. 50 беспилотников в 8 областях России – это все работа СБУ, ГУР и ССО, ВСУ. По данным источников, целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. Поражены, как минимум, три электроподстанции и база хранения горючего. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением. Но русские не унывают. Верят в свое величие. Даже придумали новую защиту для своих танков, чтобы наступать. Картон, шифер, клей и готово. Ни один дрон точно не пройдет. Взгляните на это зрелище. Как думаете, поможет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова